Так работает земснаряд. С виду небольшой плод, как пылесос, высасывает ил со дна реки. Дальше по трубе он вытекает на специально вырытый берег. Отложения оседают, вода очищается и снова попадает в озеро. Позже это место засеют многолетними травами. По большей части это даже открытие родников, которое будет являться подпиткой этого водоема, потому что до этого его подпитка была только талой воды. За час на берегу оседает 160 кубометров ила. Озеро станет глубже на метр и достигнет 6-7 метров. Начнут бить родники, до этого засоренные илом. У жителей появится чистое место отдыха. Дубина проектная 5,20. Головых отложений 80 сантиметров. Все это будет выкачано? Все это будет выкачано. Это единственное наше место, наверное, для прогулки, для отдыха. Важно и для пожарной безопасности. Озеро в селе Никольское, приток реки Меша. Еще в 30-е годы местные жители его расширяли, поэтому многие называют его рытым. И впервые за 90 лет здесь проводят такие крупные работы по очищению дна. Сейчас на ваших глазах работает плавающий экскаватор. И он достает ил со дна. За день экскаватор достает полторы тысячи кубометров ила. Специалисты подсчитали, с двух озер выйдет 400 тысяч. Пока работы выполнены на четверть, этот водоем знаком и казанцам, и туристам. Здесь проходит каравон. В последнее время очень сильно заилилось, заросло травой, кустарниками. Проблема вот эта создавала, вот эта заросль, она вода, уход воды, весенней полевой работы, сдерживала воды и затапливая дома нашей деревни. Жители уверены, теперь проблема решится. Глубина любимого, рытого, достигнет 8 метров. Уже в этом году в республике очистят реку Вятку в Мамадышском районе. На очереди Челнинская Меликеска. Проводился мониторинг и анализ текущей ситуации. И вот, к примеру, на данном водном объекте ежегодный уровень наносов иловых отложений в 3,5 раза превышал норму от ежегодных наносов для водных объектов именно нашего региона. На очистке и углублении дна останавливаться не собираются. Дальше обустроят пляжи и зоны отдыха. А финальным аккордом станет пуск в воду мальков, чтобы возместить рыбопотери. Алия Харудинова, Марат Зайдулин, ТНВ, Лаишевский район.